Она продолжает готовить для Русской Православной Церкви образованных пастырей, монахов, регентов и иконописцев. В декабре исполняется четверть века с момента возрождения Курской духовной семинарии. Во Дворце Молодежи прошло торжественное собрание, а главным событием стал спектакль-концерт «Капитанская дочка», который подарила курянам трупа известных московских артистов. Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Хрестоматийное произведение в особом музыкальном прочтении. Постановка не задумывалась как драматическая, но каждый актер своего персонажа пропустил через себя. Сложная задача досталась Ивану Шабалтасу. На его счету больше 60 фильмов и около 70 ролей в театре. Но как предводитель бунта он впервые родился на курской сцене. История настоящей любви в эпоху страшной войны. Не главная линия, но извечная. Пушкинские мотивы, актуальные для 18 века, находят свой отклик и сегодня. Так же, как и бессмертные ценности. Хотим возбудить в душах людей все самое хорошее. Совесть прежде всего, отношение к своей родине, отношение к человеку. Задача почти невыполнимая для часового спектакля. Но священнослужители, в том числе и выпускники Курской духовной семинарии, каждый день являются проводниками к любви, добру и свету. Он должен быть и высот человеку. И помочь, и утешить, и ободрить, и поддержать, и направить его на преспасение. Радоваться с радующимся, и плакать с плачущим. Анна Пикулина, Антон Латышев, телеканал СИИМ.